Здравствуйте, друзья, я Андрей Соловьев. Давненько что-то у нас на обзорах не появлялись ноутбуки от компании Apple. Тем более, такой ноутбук, который несколько месяцев назад устроил настоящую революцию в своем сегменте. Я имею в виду MacBook Pro с дисплеем Retina. Именно для этого мы приехали сюда, к нашим друзьям в компанию ULMART, мы попросили один из таких ноутбуков, причем в максимальной комплектации, что уж, ну если рассматривать, то только его. И попробуем сейчас сравнить эту пятнашку с моей семнашкой, тем аппаратом, которым я пользуюсь дома. Конечно, не совсем корректно будет сравнить 15 и 17 дюймовый дисплей, но с другой стороны, за счет того разрешения, которое получилось и доступно на этой матрице, она может совершенно легко и спокойно имитировать работу, в том числе и с Full HD экраном. И фактически для тех людей, для кого важен размер и важна скорость, все то же самое можно получить здесь, в гораздо более компактном и таком мобильном корпусе. Этот аппарат был представлен весной 2012 года, и тогда он произвел настоящую революцию с вами заявленными характеристиками. В принципе, ничего с одной стороны экстраординарного Apple не предложила. Она просто последовательно, шаг за шагом, идет к тому, что она начала делать, начиная с iPhone, затем продолжив в iPad, а теперь добравшись до обычного компьютера. Рецепт очень прост. Берется обыкновенный iPhone 3, из него делается iPhone 4, просто умножая количество пикселей по горизонтали и по вертикали на 2. Таким образом появился первый дисплей Retina. Затем точно так же мы увидели дисплей нового iPad, когда разрешение 1024 на 768 просто превратилось в 2048 на 1536. Простое и элегантное решение. Здесь ребята из Купертино пошли точно так же. Для этого взяли, будучи недавно стандартным, разрешение 1440 на 900 точек для стандартного 15-дюймового дисплея, точно так же увеличили его разрешение на 2 по горизонтали и по вертикали. В итоге получилось разрешение, которое даже не умещается в голове, 2880 на 1800 пикселей. Это примерно в полтора, даже в два раза больше, чем стандартное Full HD. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к экрану, я думаю, что следует познакомиться с аппаратом поближе. Новая пятнашка, помимо вот этого совершенно сумасшедшего дисплея, получила еще несколько достаточно интересных таких прорывных фишек. Первая из них заключается в том, что Apple наконец-то до конца и совершенно бесповоротно отказалась от встроенного оптического привода. Здесь нет никакого CD, DVD, RV и так далее. Все это уже в прошлом. Второй момент, который принципиально отличает это устройство, которое мы впервые увидели на первых MacBook Air, это отсутствие классических винчестеров с крутящимся шпинделем внутри. Дело в том, что эта штука использует в качестве жесткого диска флеш-память. Все это ребята из Apple приправили суперскоростными процессорами IV-Bridge от компании Intel и сумасшедшими интерфейсами Thunderbolt, причем воткнув все это в еще более компактный корпус. Если предыдущий корпус имел стандартную толщину около 1 дюйма, то есть 2,5 см, то в новом варианте она стала гораздо меньше, всего лишь 1 см 8 мм. Интересно, что Apple, так же как с пятым iPhone, решила изменить и разъем, с помощью которого аппарат подключается к электрической розетке. Если перед этим разъемчик был достаточно коротким и чуть толще, то в последних версиях он почему-то стал вытянутым, хотя количество точек и именно контактов внутри не изменилось. Зачем был предусмотрен и сделан этот шаг, лично для меня непонятно. Ну, вероятнее всего, он чуть-чуть тоньше. Но неужели вот такую толщину нельзя было уместить вот в этот корпус? Если вы пользуетесь дополнительной запасной зарядкой или используете эту штуку в машине, история фактически похожа на то, что мы видим с iPhone. Все старые аксессуары придется отправлять на помойку, либо использовать специальный переходник. Кроме этого, новый аппарат может похвастаться такими штуками, как целых два порта Thunderbolt. Это скоростные интерфейсы для подключения всевозможной периферии. Правда, из-за этого эппловцам пришлось пожертвовать USB-портами. Здесь их получается всего два. Один находится с левой стороны, а один находится с правой. Вот это, на мой взгляд, реально неудобно. Ведь, как правило, USB-устройств, по крайней мере, сейчас люди используют достаточно много, а к Thunderbolt еще только привыкают. Помимо этого, на правой стороне можно рассмотреть еще и полноценный HDMI-разъем для подключения к телевизору или внешнему монитору, а также слот для карточек памяти SDHC. Сюда можно, кстати, втыкать совершенно без проблем в карточке фактически любой емкости, в том числе и 64 и 128 ГБ. Ну и самое главное, в новом исполнении аппарат похудел примерно на полкило. Если предыдущая пятнашка, ну, конечно, это не пятнашка, но, тем не менее, пятнашка весила примерно 2,5 килограмма, то эта штука всего на всего весит 2 килограмма 20 граммов. Лучше всего разница между двумя аппаратами заметна тогда, когда один аппарат находится на другом. Вот в этот момент понимаешь, насколько вперед и серьезно шагнули технологии, и насколько этот корпус элегантнее. Теперь, я думаю, пришло время как раз-таки его запустить и познакомиться с этим фантастическим дисплеем. Вообще, хочу сказать, что меня предупреждали, что этот дисплей при длительном контакте вызывает настоящее привыкание, как наркотик. Надеюсь, что у меня найдутся силы закрыть его и отдать ребятам в юмортообратно. Первое впечатление – то, что иконки совершенно по-другому смотрятся, по-другому выглядят. Они, что ли, получились совершенно живыми. Примерно тот же эффект происходит тогда, когда вы берете, например, iPhone 3 и iPhone 4 впервые в руки и пытаетесь сравнить их, держа друг перед дружкой. Я думаю, что это будет очень корректно как раз-таки показать на моем предыдущем дисплее. Он тоже совсем не маленький. Он имеет разрешение Full HD 1920 на 1200 точек, но против 2800 на 1800, наверное, тут спорить достаточно сложно. Думаю, что здесь есть смысл даже совместить оба аппарата и показать, ну, хотя бы даже корзину, как она выглядит здесь и как она выглядит здесь. Фактически это означает, что для запуска этой модели ребятам из Apple пришлось полностью перерисовать интерфейс операционной системы, и он уже изначально готов и заложен для работы с Retina дисплеями. С одной стороны, это здорово, потому что большинство приложений, которые мы запускаем здесь, они абсолютно красиво и классно выглядят, без косяков, без каких-либо артефактов по прорисовке. Чего, например, не скажешь о других программах, не выпущенных самой компанией Apple, а поставляемых другими поставщиками. Но одно дело иконки и текст, хотя и текст здесь выглядит совершенно классно, я думаю, что наиболее реально и качественно посмотреть, насколько этот дисплей лучше, можно только на картинках, ведь в первую очередь под графику заточен этот дисплей, и вот здесь у меня на карточке есть несколько хороших изображений, которые мы попытаемся определить, насколько классно они на нем смотрятся. Это карточка из моего фотоаппарата. Напомню, что пользуюсь я Sony NEX 5N с 16-мегапиксельным сенсором, а в качестве модели в данном случае выступает мой домашний Коте. Сейчас я загружу его на полный экран, но я уже вижу, насколько здорово это выглядит. Особенно детализация в каких-то мелких фрагментах, и, например, вот эти самые усики даже на максимальном увеличении, сейчас мы, наверное, понимаем и видим только одну шестнадцатую кадра, даже вот на таком вот фрагменте никаких вопросов к картинке не возникает. Причем все это справедливо для стандартного разрешения для этой матрицы. Сейчас она работает в привычном для себя режиме 2880 на 1800. Режимов же этих здесь может быть несколько. Сейчас я вам продемонстрирую. Дело в том, что разрешение матрицы может выставляться автоматически, а может масштабироваться. Причем есть пять режимов, в которых может работать этот экран. Первый выглядит как 1024 на 640. Наиболее крупный текст для тех людей, кто испытывает проблемы со зрением, но принципиально не пользуется очками. Второй вариант чуть лучше. Он соответствует стандартному разрешению предыдущего поколения. MacBook Air это 1280 на 800 точек. Самое центральное положение это как раз-таки режим Retina, то бишь 2880 на 1800, следующий 1680 на 1050, и, наконец, самый крайний правый пятый режим. Это имитация Full HD матрицы. Вот в таком виде экран работает в режиме как бы 1920 на 1200 точек. И хочу сказать, что никаких принципиальных проблем в восприятии картинки на этом и на этом дисплее не возникает. Ну, то есть, фактически, небольшая разница в масштабах, конечно, заметна, но в целом и здесь, и здесь мы получаем примерно одинаковую картинку. К чему это я клоню? К тому, что вот эта штука с 15-дюймами вполне реально может заменить 17-дюймовый MacBook Pro. Если с дисплеем все более-менее понятно, то вот характеристики устройства, я думаю, что есть смысл посмотреть более подробно. Дело в том, что сейчас у меня перед глазами практически одно из топовых решений. Это практически максимальный вариант комплектации с процессором 2600 МГц. Естественно, это четырехъядерный Core i7. Сделан он, как я уже говорил, на новой технологии Intel Ivy Bridge. Здесь используется 8 гигабайт DDR3 памяти. Тоже очень важный нюанс, который следует отметить. Память здесь не увеличивается. То есть, если изначально вы покупаете ноутбук, то то количество оперативной памяти, которое будет у вас встановлено в магазине, останется с вами до самого конца. Тот же самый жесткий диск можно вытащить и заменить на большие емкости. А вот с количеством оперативки нужно подгадать в самом начале. То есть, если предполагаете много и тяжело работать, занимаетесь видеомонтажом, то лучше всего покупайте 16-гигабайтную версию. Что касается графики, то в новом поколении MacBook Pro используются две видеокарты. В простых таких прикладных приложениях используется Intel HD 4000 с полу-гигабайтом видеопамяти. Ну а когда нужно реализоваться на полную катушку, система автоматически переключается на NVIDIA GeForce GT 650 с одним гигабайтом видеопамяти. Отличия в версиях этих устройств заключаются только в объеме жесткого диска и в типе процессора, точнее даже не в типе, а в частоте процессора. В младшей версии это 2,3 ГГц, здесь это 2,6. Ну и, пожалуй, самую серьезную добавку к цене устройства добавляет именно жесткий диск. В нашем случае стоит жесткий диск емкостью 512 гигабайтов, младшая же версия довольствуется 256-гигабайтным диском. Причем разница в цене здесь очень и очень существенна. В самом младшем исполнении аппарат стоит чудовищных 80 тысяч рублей. Мне как-то даже страшно произносить эту цифру, а тот аппарат, который сейчас стоит передо мной, стоит аж целых 100 тысяч рублей. И эта цифра, ну, мало отличается, например, от цены в Америке, цены в Европе или цены в России. Кстати, последнее поколение всех устройств Apple примерно сравнялось по стоимости. И сейчас нету такой колоссальной разницы между закупкой, например, там и закупкой здесь. Если же попытаться резюмировать, вот для кого и для чего нужен вот этот аппарат, я бы, наверное, ограничил круг лиц, которые могут использовать это в повседневной жизни. Ну, во-первых, людьми, которые очень плотно работают с видео, хотя здесь придется использовать какой-то внешний накопитель. Конечно, на 256 и даже на 512 гигабайтов особо не разбежишься. Второй контингент – это, конечно же, люди, работающие с графикой, а именно художники или, например, дизайнеры. Ну, здесь, мне кажется, сам Бог велел как бы работать именно с такой картинкой. Наконец, я бы порекомендовал это устройство людям, которые много работают с текстом. Ну, к примеру, это могут быть программисты, писатели, ну, либо просто даже секретари. Если у вас есть неограниченный бюджет или, например, совершенно четкие задачи, вы хотите такое максимальное решение, максимально топовое решение, мне кажется, что вот эта штука как раз-таки вполне подходит на эту роль. Что касается моих личных впечатлений, то я хоть и поражен новым дисплеем, но не настолько не на глубины души, чтобы прямо сейчас сбросить со стола мою 17-ку и переехать на этот компьютер. Вот тогда, когда они стоят рядом, вот когда очень наглядно заметна разница в 2 дюйма между 15 и 17 дюймами, я понимаю, что, наверное, решился бы на этот шаг, если бы мы увидели Retina в 17-м исполнении, но, к сожалению, пока это нам не светит, и я даже не знаю, есть ли такие планы у компании Apple. Вот, наверное, пожалуй, все, что я хотел вам сказать сегодня о 15-дюймовом MacBook Pro с дисплеем Retina. Вам хочу сказать большое спасибо за то, что смотрите нас. Также хочу сказать большое спасибо компании Humord, которая мне дала сегодня поиграть с этой штукой. Смотрите нас дальше. Всего доброго. До свидания.